Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек в доме орава, вот оно счастье, правда забава. Эта песня из советского мультфильма кажется уже знакома всем. Маленькая, но такая заветная мечта всегда таилась в душе Татьяны. И вот желание, занявшее собой все мысли, сбылось. Молодая семья хозяйством обзавелась, да и детишки появились. А тут еще на помощь государство подоспело, выделило материнский капитал на покупку жилья. Приобретать готовые не захотели. В планах было возвести дом по собственной схеме. Для этого отыскали строительную компанию, готовую воплотить желаемое в действительное. В 2018 году мы заключили договор на строительство маленького домика с компанией ООО «Забайкал Фасад», директор Сидикова Елена Аляскляровна. Заключили договор под материнский капитал. Материнский капитал в фирме Пенсионный фонд перечислил. И до сих пор, уже 20-й год, никакого строительства не начато. А когда-то обещанном доме напоминают лишь столбы. На их месте должен был находиться забор. Татьяна вспоминает, пытались даже овощи выращивать, но незащищенный участок стал приманкой для животных. Козы поели всю растительность. И хотелось бы начать пользоваться участком, да только денег на его оснащение нет. Но в душе еще живет надежда, материнский капитал вернут. Ведь на строительную компанию уже заведено уголовное дело. Уголовное дело затягивается, всевозможные отговорки находятся. Вот уже столько документов у нас. Это все с момента начала войны, скажем так. Татьяна не единственная пострадавшая от уловок строительной компании. В одном из сюжетов совсем недавно мы уже рассказывали об Андрее и Евгении. Супруги купили участок и тоже за счет материнского капитала. И все та же мечта – построить уютное жилье для большой семьи. Специалисты обещали возвести коттедж за короткий срок. Однако ни дома, ни денег семья так и не увидела. Получилось так, что эта фирма нам хотела построить садовый дом. Двухэтажный садовый дом. Соответственно, к нашему климату никак не приспособлены. А вот эти маленькие домики, больше похожие на летние душевые кабины, делали рук представителей той же самой строительной компании. Обещали благоустроенные дома, в которых можно жить зимой и летом. В итоге семьи получили в качестве жилья вот такие будки, жить в которых, конечно же, никто не стал. Кто ответит за произвол, непонятно, ведь специалисты фирмы на контакты те отказываются. Уволилась в марте, а судебные разбирательства идут еще с прошлого года. Так почему не могут ответить? Может, стыдно? В данной истории больше вопросов. И один из главных – когда же на беду многодетных семей обратят внимание власти или хотя бы правоохранительные органы? Ника Новак, Николай Шенков, ЗАП-ТВ